Увеличение квоты на вывоз зерна в 2023 году. Встреча с героем Российской Федерации в КФУ. Приоритеты научной библиотеки Николая Лобачевского. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Диана Батаршина. Проект производственного участка газотермического восстановления подшипников аспиранта первого года обучения Набережной Челнинского института Казанского федерального университета Динара Мурзина стал победителем конкурса «Студенческий стартап». Напомним, по итогам второго этапа конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» победителями были признаны 18 студентов и аспирантов КФУ. Конкурс проводится Минобранауки России и Фондом содействия инноваций. Всего жюри конкурса отметило 380 проектов, представителей из 154 вузов и 54 регионов России. Таможенная подкомиссия увеличила квоту на вывоз зерна в 2023 году до 25,5 млн тонн. Что это значит для России? Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития Российской Федерации одобрила предложение Минсельхоза увеличить квоту на вывоз зерна в 2023 году до 25,5 млн тонн. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, такое решение обусловлено историческим рекордом России по сбору зерна. Российские аграрии в этом году собрали свыше 150 млн тонн зерна, что позволяет России распродать излишки продовольствия. Увеличение квоты на экспорт зерна будет означать дополнительный рынок сбыта для российских сельхозпредприятий, что, безусловно, поможет поддержать сельское хозяйство и не допустить перенасыщения внутреннего рынка зерна и падения цен на него. К сожалению, в условиях санкций экспорт российского зерна весьма затруднен. Хотя прямого запрета на экспорт зерна против нас не вводили недружественные страны, тем не менее есть ряд косвенных санкций, которые воздействуют на экспорт зерна. В частности, это различного рода логистические ограничения, которые наложены на российский экспорт. А также различные санкции в единственной сфере страховки, связанные с продажей зерна. Есть группа стран, которые пользуются наибольшим приоритетом в ходе российских поставок зерна. Это в основном стран Евразийского союза и ряд африканских и азиатских стран. Именно туда в первую очередь направлены российские потоки зерна. Цены на зерно за последнее время неуклонно растут. И в этом смысле экспорт зерна представляется очень важным для российской экономики. Сегодня Россия использует несколько иные маршруты на поставки зерна, чем это было до введения санкций. Но в целом эти поставки продолжаются. И Россия видит в продаже зерна один из главных источников пополнения золотовалютных резервов. Отметим, что экспортный потенциал по зерну в 2022-2023 сельскохозяйственном году оценивался министерством более чем в 50 миллионов тонн. Согласно озвученной ранее в ноябре информации, урожай зерна в Российской Федерации собран с 9,5% площади и составляет около 152 миллионов тонн. Карина Саяхова, Универньюс. Еще вчера жители Казани мокли под дождем, прятались под зонтами и дождевиками. А уже сегодня многие достали зимние куртки и шарфы. О резком изменении погодных условий, а также о прогнозе на эту зиму расскажем далее. Если еще вчера жители Татарстана не представляли свой выход из дома без зонта и резиновых сапог, то уже сегодня все достали зимние шарфы, сапоги и даже утеплились шапками. Холодный ветер, гололед и небольшие снежные осадки. Спутники горожан на ближайшее время. Мы оказались под воздействием холодного фронта. Этот холодный фронт протянулся от Арктики в сторону Черного моря, по сути дела, и он нам принес сразу резкое похолодание. К нам пришел арктический холодный воздух. Еще пару дней назад нас сопровождал Атлантический циклон, который помимо тепла принес нам рекордное количество осадков. За сутки температура понизилась до 11 градусов. На этом фоне появился характерный шквалистый ветер, который заставил переживать многих жителей. Такая резкая смена погодных условий обернула нас из золотой осени в холодное предзимье, которое сопровождается минусовой температурой и снежным покровом, выпадающим в 20-х числах ноября. На вопрос, что нам ожидать от зимы, синоптики отвечают просто. В декабре будет холоднее климатической нормы, ниже холодным, а последующие месяцы в пределах климатической нормы. То есть они не ожидают ни холодов особых, но зима есть зима, и поэтому всегда волны холода и волны тепла будут чередоваться. В связи с так называемым глобальным потеплением синоптики отмечают, что зимы становится все спокойнее, а ярких холодных вспышек становится все меньше. В этом году ситуация не будет сильно отличаться от любой другой, и зимний период будет в пределах климатических условиях с небольшим количеством осадков, преимущественно выпавших в декабре. Вот. Основной холод – Урал, Сибирь, синий. Там, где красный, дальше выше климатической нормы. А у нас вот все-таки пониже климатической нормы, но не так далеко от нее, не такие же большие у нас холода будут, но вот оно чуть пониже климатической нормы. Вот это прогноз до 23-го, то есть на декабре. Помним, что прогнозы оправдываются лишь на 60%, поэтому что нам принесет природа, остается загадкой. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. 10 ноября в инжиниринговом центре набережной Чулнинского института Казанского федерального университета прошла встреча с героем Российской Федерации Владимиром Ильичом Шарпатовым. Подробнее в сюжете. Володя, третий будет в тебе. Подумай о семье, подумай о детях, подумай про экипаж. Наверное, нет ни одного россиянина, не знавшего историю героев Кандагара. 3 августа 1995 года экипаж самолета в составе семи человек по заказу афганского правительства совершал коммерческий рейс маршрута Тиран-Кабул с грузом стрелковых боеприпасов. Над Афганистаном самолет был перехвачен истребителем движения «Талибан» и принужден совершить посадку в районе Кандагара. В плену 378 дней экипаж находился в тяжелых физических и психологических условиях. Мучаясь от жары, нехватки воды и плохой пищи. Через время из плена удалось наладить связь с Россией и поддерживать ее через Тимура Акулова, представителя президента Татарстана Ментимера Шаймеева. Находясь в стрессовой обстановке и каждый день сражаясь за жизнь, казанскому экипажу удалось убедить талибов в том, что ценный самолет требует технического обслуживания. Именно это и стало точкой отчета до побега. 16 августа 1996 года летчики смогли поднять самолет в небо, совершив побег на своем же самолете. Чувая роль в этой истории отводится Владимиру Ильичу Шарпатову, командиру прославленного экипажа, советскому и российскому летчику гражданской авиации, подполковнику в отставке Героя Российской Федерации. Накануне он посетил набережный Челнинский институт Казанского Федерального Университета и выступил перед студентами. Замечательность, она теперь будет принадлежать вам. Вы сейчас проходите эту подготовку взрослой жизни. И я желаю вам всем счастливой судьбы. Любите нашу Родину. Уважайте, помните своих родителей. Цените своих преподавателей. Потому что все, кто старше вас, они вас любят, о вас заботятся, а вы должны это оправдать. Встреча началась с показа видеоролика с кадрами из Афганистана под музыку, слова к которой Владимир Шарпатов написал сам. Во время мероприятия Герой Российской Федерации рассказал учащимся историю своей жизни, поделился моментами своего студенчества, а также не оставил без внимания события, произошедшие в Афганистане. Студенты Набережно-Челнинского института признались честно, остаться равнодушными к этой истории невозможно. На самом деле впечатления очень такие теплые. Человек на самом деле был там. И после его истории как-то окунаешься в историю и понимаешь, что это были очень сложные времена, и как он их прожил, достойно уважения. Сейчас Владимир Шарпатов ведет активную политическую жизнь, является членом Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Тюменской области, проводит встречи с молодежью и студентами. Адалина Абдрахманова, медиа-центр Набережно-Челнинского института, Универ-Ньюс. Какие раритеты о Верещагине хранит отдел рукописей и редких книг научной библиотеки Казанского университета расскажет Амир Ахтямов. Василий Верещагин – русский живописец и литератор, один из наиболее известных русских художников-баталистов. Родился 26 октября 1842 года в Череповце в семье предводителя дворянства. Василий Верещагин – один из крупнейших русских художников-реалистов, работы которого получили всенародную известность. Однако диапазон творчества был значительно шире его живописных полотен. Василий Верещагин еще при жизни стал известен как художник батальных сцен. Однако его непатриотичные, как их называли, работы демонстрировали зрителям не триумф побед, а изнанку сражений с погибшими, ранеными и измученными солдатами. Для современников Василий Васильевич был не только известным художником и литератором, но и отчаянным революционером, порывающим с общепринятыми канонами и в жизни, и в творчестве. Книга воспоминаний на войне в Азии и Европе демонстрирует яркий литературный талант художника. О реалиях войны Верещагин знал не понаслышке, пройдя трудный боевой путь с российской армией. Он отличился в военном деле под Самаркандом, был очевидцем третьего штурма Плевны, перешел с отрядом генерала Скобелева Балканы, принимал участие в последнем бою за ошибку. Благодаря перу и кисти Верещагина, очевидца описываемых событий становится возможным совершить экскурс в историю, прочувствовать эмоции, чувства и мысли автора, ведь его словесные образы столь же точны и объективны, как его картины, в которых жизнь предстает, как подлинное искусство. В научной библиотеке Николая Лобачевского Казанского университета хранится книга под названием «На войне в Азии и Европе» с рисунками художника Верещагина. Данный экземпляр выпускался в Москве в 1898 году. Она состоит из 390 страниц. Стоит отметить, что когда ты листаешь книгу, то часто наталкиваешься на картины Верещагина, что придает особый интерес к прочтению книги. Художник ходил не только в военные походы, но и путешествовал по всему миру, привозя эскизы для будущих полотен – экспрессивных, красочных и детальных. Интересно, что коллекционер Павел Третьяков скупал работы Верещагина целыми сериями вместе с резными авторскими рамами, которые создавались по эскизам живописца. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, Универнёс. Более 200 участников, представляющих 59 команд из регионов по Волжье, стали участниками регионального этапа Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству, прошедшего в Казанском федеральном университете. Победители и призёров чемпионата наградили в минувшие выходные на торжественной церемонии в мэрии Казани. На этом всё. В студии была Диана Батришина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok